Друзья, здравствуйте! Дни рождения перемежаются с похоронами, жизнь продолжается. Очередное скорбное мероприятие. Привезти, отвезти на кладбище. Вот. Просто в качестве шофера. Помогаю, чем могу. Но при этом стараюсь поддерживать интерес к жизни у себя и у вас, друзья. Вот. А у нас столько причин ее сократить. Это ужас. Давайте сделаем так, что якобы все-таки это не грустная тема, а просто жизнь. Это просто жизнь. Ехали мы сюда. Вот. Проезжаем мимо... Когда-то там было СТО. Сейчас то ли чистка ковров. Как раз напротив страшная геопатогенная зона. И там очень часто встречается аварий. Несколько из них со смертельным исходом. Вот. ГАИ знают об этом. Извините, что ГБДД плохо звучит. ГАИ знают об этом. И там регулярно, и вот сейчас проезжали, стоит машина. Вот. Стоит этот самый прибор, который определяет скорость. Вроде бы сделано все правильно. Рушители будут... Те, кто будет гнать больше положенного, будут оштрафованы. Вот. Пока стоит машина, риск аварии снижается. И это голое поле. Кстати, на обратном пути, может, я даже и сфотографирую этот самый пост. Переносной временный пост. Вот. Я вот смотрю, что. Значит, одно время поставили, с одной стороны уже исчезло. Опять я возвращаюсь к этой теме. Потому что идут годы, а аварии продолжаются. И никому ничего не надо. Вот. Тот самый случай. Значит, после очередной аварии поставили с одной стороны осторожно опасная зона. Примерно так. Вот. Хотя место ровное и абсолютное. Никто скорость никогда не снижал даже на полкилометра. Как гоняет сотню, полторы, так и гоняет. Вот. То есть эти деньги потрачены. Эти два предупреждающих знака стояли-стояли. Сейчас одного снова нет. Но уже другого. Вначале сейчас один. Вот. Но в тот момент еще приборов таких не было. Это несколько лет назад. Я подъехал и подхожу, чуть ли не козыряю. Говорю, товарищ майор. Здесь стоял знак. Вот прямо где ваша машина. Его нету. Вы знаете... Извините, я, ребята, повторяюсь. Но каждый несколько лет я должен повторяться. Кто сейчас те фильмы смотрит? Вот. Они буквально... Знаете ли вы, почему здесь стоит этот знак? Вот. Можно я за вас отвечу? Он молчит. Я говорю, во-первых, потому что здесь аварии часто. И, естественно, он должен стоять. Но это вы знаете, товарищ майор. А второе, здесь геопатогенная зона, страшнейшая. Я их определяю с помощью рамок биолокационных. Здесь страшная зона. Здесь люди теряют сознание. Не все, но некоторые, которые имеют склонность. Я их называю самнабулами. Это мое придуманное название для этой категории. Вот. Хотя оно, понимаете, самнабуло шире. Тогда, значит, я подумал, какая будет реакция. Он меня молча выслушал и ничего не сказал. Я уехал. Через два-три дня я проезжал. Знак стоит. Его восстановили. Я просил еще обратить внимание на... Чтобы майор передал полковнику, что... Ну, начальнику главному. Что это не просто. Знак этот ничем не помогает. Скорость не снижает. Вы тут сутками стоять не будете. А, значит, аварий будет продолжаться. Нужен знак ограничивающий. Например, в 40 километров. И мы этот знак с Андреем Денисенко моим другом сделали. Знаете, череп кости. 40 километров. Вот. Настоящий череп кости. Чтобы жутче было. Вот. Естественно, прошли 10-15 лет этого знака. Как не было, так и нет на просторах России. И теперь и опять исчез знак, но уже другой, который просто хотя бы для вида должен был предупредить людей, что опасная зона. А человек видит дорогу до горизонта. До горизонта. Вот так и история. Сегодня я стою на кладбище. На этом кладбище несколько человек. Из тех, кто на этой дороге... Ну, у нас несколько кладбищ. Ну, это главное. Вот это главное. Новая Несельская. Самая массовая. Самая масштабная. Вот что случается. Вот это я хотел сказать, так. Вот. И не знаю я, как все-таки... Ну, вы же сами знаете. Кто-то лайк ставит. Большинство зевнули и забыли. Некто злятся на меня. Нашел о чем говорить. Мы от тебя только хотим просадоваться, слушать. Да и вообще, кто мне обязан верить про эти гепатогенные зоны. Вот этот момент. Вот. Это мне навеяло... Вот это пока я рду родственников скорбящих. Я просто шофер. На данный момент. Так. Вот еще, наверное, надо поговорить еще одну одну тему. Это у меня вебинар сегодня. Сегодня это 5 августа. Та же жара. И эта жара меня навеяла в другие мысли. Но вебинар... Я в общем всего 2,5-3 часа. И так удается много сказать, но все невозможно. Наверное, я сейчас еще про одну историю расскажу. Связанная тоже с погодой. И местная, и мировая. Благодарю за внимание. Вот будет следующий фильм. И не кидайте в меня, пожалуйста, этими самыми. И тем, что я херней занимаюсь. Я спасаю чьи-то души. Кто-то из вас где-то увидит на обочине, пусть хотя бы одинокий, а бывает и несколько подряд, бывает десятки подряд, этих памятных знаков о гибели людей. И поневоле снизит скорость. Обычно к ним привыкают и не замечают. И как шел в 120-150, так и идет. А вдруг хоть одну жизнь спасу. Вот. Наверное, так я заглавлю этот фильм. Дороги смерти существуют. Все о них знают. Наберите фото. Дороги смерти. Ой, вся страна ими покрыта. Но в этой же стране абсолютная равнодушие. Сто процентная, дикая, страшная равнодушие. И науки. Которая не делает из этого трагедию. Не делает из этого сенсацию. Вот, мы доказали. Срочно. В каждом местности своей комиссии. Установить зависимость геопатогенных зон с местами аварии. Устанавливается легко. Пример я вам один привел. Вот. Нанять настоящих этих самых. Белокатчиков. У нас совсем мало осталось. У нас все меньше и меньше. Нас считают городскими сумасшедшими. Вот. А экстрасенсы, которых вы видите. Хоть бы одного бы. Рамки бы в руках были. Они же делают зрячими. Смотрю эти битвы экстрасенсов. Патенты. И не верю ничему. Не верю. Уже нескольких победителей разоблачили. Как шарлатана. Старо узнать заранее всю подноготную. А потом с умным видом. Человеку говорить. Вот тебе так зовут. Вот. 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 А настоящих биолокатчиков. Мы не экстрасенсы. Мим биолокатчиков. Это любой человек, который в биополе 2-3 метра имеет радиус. 2-3 метра. Или 4-6 метров в диаметре. Вот. Любой. Научиться рамками. Ничего не стоит. Переставить кровать в собственном доме. У друзей. У родственников. Там, где они спят прямо это. И мрут потихонечку. Потихонечку мрут. Вот. И у меня такие примеры есть. Все, друзья. Я замолкаю. Почему? Скажут. Надоел. Может еще 10-20-100 человек новых услышат то, что я говорю. Все. Благодарю за внимание. Подходят родственники. Продолжение следует.